Добрый день, дорогие друзья! Приближается очень важный праздник – День Победы. И сегодня мы с вами обратимся к творчеству известного русского писателя, уроженца Архангельской области Фёдора Абрамова. Фёдор Александрович отправился на войну в июне 1941 года с третьего курса ФИЛФА Калининградского университета. Он пошёл добровольцем в народное облачение, защищая Ленинград вместе с другими студентами. Фёдор Абрамов был дважды тяжело ранен, чудом уцелел на поле боя и при переправе через Ладогу по дороге жизни в варле 1942 года. Пережитое нашло отражение в нескольких произведениях Фёдора Абрамова. К одному из них мы сейчас обратимся – это незавершённый рассказ под названием «Белая лошадь», который был посвящён однокурснику писателя Семёну Рогинскому. Главным героям было поручено охранять минное поле. Что же произошло? Давайте узнаем. Итак, Фёдор Абрамов «Белая лошадь». Холодно. Погоди, вот немец трахнет, тепло будет. Семён ничего не ответил, только клацнул зубами. В утреннем мутном рассвете не было видно его лицо. На него было жалко смотреть. Да я и замёрз сам, как собака. Хуже всего – это лежать в секрете осени у речки, с которой тянет сыростью под кустом. А надежда на то, что мы сразу же отогреемся, как только нас сменят, у нас никаких. Мы не решались разведить костёр даже днём. Все наши расчёты были связаны с тем, что днём проглянет солнце. Был сентябрь месяц, бабье лето. И днём, если солнце, мы согревались. Мы, наше отделение студентов-филологов, охраняли минное поле – большой, покрытый сочной травой луг, примыкавший к речке. Передовая была где-то впереди, за речкой. И оттуда, естественно, шли отступавшие группами, одиночками. И наша задача была предупреждать своих. А если кто-нибудь всё же попадёт на минное поле ночью, во время тумана, что мы должны делать? Насчёт этого никаких инструкций мы не получили. Предполагалось, видно, что наши бойцы не могут угодить на свои мин. А если всё же угодят? Тут мы были беспомощны. У нас не было карты минного поля. Опять секрет. Мы даже на свой пост у реки под кустом, под которым мы лежали сейчас Рогинским, ходили к берегам речки. Берег был глинистый, влажный, из грунта стекало. И мы к посту добирались всегда с мокрыми ногами, даже в сухую погоду. Днём было ещё терпимо, а ночью, особенно под утро, мы буквально околевали. Оно пока утешало. Никто не нарвался на нас. Мы были в стороне. Мне до сих пор непонятно, зачем охранение вообще было сделано. Шоссейная дорога проходила сбоку. Просёлочная дорога через наш хутор шла с другой стороны. Зачем идти пехоте или танком на этот луг? Впрочем, в те первые месяцы войны многое оказалось непонятным на фронте. Винтовок не было. Разве мы думали, что безоружные? Мы жили на хуторе уже вторую неделю. Жили в сарае на сеноваре, потому что единственный домик был сожжён ещё до нашего прихода. Мы страшно мёрзли, как я уже сказала, и питались главным образом огородишком. Картошкой, репой, морковкой. Но со всем этим можно было ещё мириться. Страшнее всего была неизвестность. Угнетала неизвестность. Мы уже три дня не имели связи со своей ротой, оставшейся где-то за картофельником, на опушке леса. И там уже третий день горела неубранная рожь. Где наши? Может быть, ушли? Может, отступили? И мы в окружении? Кругом были пожары. Рвались снаряды, шёл бой. А мы сидели у этого минного поля и ждали команды, когда нас снимут. «По-моему, наше время на исходе», заговорил опять Рогинский. «Ну-ка, взгляни, сколько там накачало?» Рогинский просил, чтобы я взглянула на часы, которые у меня были на руке. В нашем отделении были одни-единственные часы на девять человек. Это ведь теперь каждый школьник с часами. А тогда часы – роскошь. Эти часы мы, в общем, реквизировали у их хозяина, Вовки, сына профессора. Все, кто отправлялся на пост, наряд, брал их с собой. Я уже давно, как только засветлела и стало видно циферблат, раза три, а то и больше взглядывала на часы. Нам ещё оставалось не меньше получаса. Мы стояли и ночью по четыре часа. Но я сделал вид, что мне на время наплевать. Я могу постоять ещё и не столько. Рогинский, давно уже смирившийся с подчинённым положением, с тем, что тут первый человек – это я, а не он, в ротяждо взорвнул, а потом сказал. «После войны обязательно заведу себе валенки с тёплыми пыховыми носками. И ещё шубу. Я такую шубу видел один раз». «Ничего себе!» «Диала, романтика!» Я презрительно фыркнул. «Всем герою до первого испытания». «История моих отношений с Рогинским. На какой чёрт я взял его? От меня зависело. Я мог не брать». Заморозок. Луговина, как солью присыпана. Справа – бахала. Я начал вставать. Кончилось наше время. «Смотри, смотри, что это?» Шёпотом воскликнул Рогинский. Меня изумил этот расторженный шёпот, так не вяжущийся с нынешним Рогинским. И я, кажется, сперва взглянул не туда, куда он указывал, а на Рогинского. Он лежал, вытянут шею, и во все глаза, как на чудо, смотрел на луг. И там действительно было чудо. По лугу бежала белая лошадь. Не знаю, может, в том виновата внесапность её появления, неожиданность, может быть, виновата война, которая сделала нас глупыми, а может быть, солнце виновата, которая вышла из-за леса. Но мне показалось, что я ещё ничего подобного не видал в своей жизни. Лошадь бежала в середине луга. Лёгкая, грациозная, грива и хвост распущены. Тонкие ноги не хватают земли. Румяная заря. Я не успел подумать, откуда эта лошадь. Шоссе отбилось? А может быть, это местная, хозяйская? Как раздался оглушительный взрыв. Когда земля осела, мы увидели лошадь, лежащую на лугу. Она била ногами. Грязная, под крово сверкала. Потом лошадь, пытаясь подняться, жалобно заржала. Надо ей помочь, сказал Рогинский и начал вставать. Ведь его, как ей поможешь? Может, к ней побежишь? Я был в полном отчаянии. Я не знал, что делать. Между тем лошадь продолжала жалобно ржать, словно призывала нас на помощь. Стреляй! Затричал от сарая. Помком взвода. У сарая, привлечённые взрывом, стояли все ребята нашего отделения. Помком взвода, как и другие, тоже выбежал. Нервы не выдержали и на него. Я щёлкнул затвором. И вдруг Рогинский, этот жалкий ублюдок, скачал на ноги и бросился на луг. «Назад! Назад!» закричал я. «Стой! Убью!» И тоже примерно закричали ребята от сарая. Рогинский бежал по полю, прямо по минному полю, и башмаки бухали, как пушки. Что я пережил, передумал за эти несколько секунд, это невозможно передать словом. Об этом можно только догадываться. Я, конечно, ругал Рогинского самыми последними словами. «Идиот!» Кретин безмозглый, психопат, интеллигент соплилый. Не выдержал. Но я и восхищался им. Где-то в пацанании. Безусловно. Это ведь какую надо иметь отвагу, чтобы броситься на минное поле ради лошади на верную смерть? Если бы это был человек, я бы ещё понимал. Ребята смотрели за стыффу сырая, и я смотрел. А потом я побежал вслед за ним. Не от храбрости, нет. А дымом поднявшийся во мне гордостью, честолюбие. Я знал, что если я не кину вслед за ним, я никогда не прощу этого себе. Никогда. Мне не жить с этим. Да и ребята мне не простят, если что-нибудь случится с Рогинским. Судьба на этот раз жалилась над нами. Мы, наверное, не сделали и 10-15 шагов по минному полю, как раздался страшный взрыв. Рогинский упал на землю, а я, бежавшись сзади, упал на него. Подорвалась лошадь. Как я представляю теперь, лошадь сначала подорвалась на противопехотной мине, и ей перебила ногу. А затем, катаясь по лугу с перебитой ногой, она накатилась на противотанковую миню. Во всяком случае, на лугу от неё осталась только одна белая нога с подковой. Остальное всё разнесло. И мы потом дня три, пока нас не выбили из хутора немцы, смотрели на эту белую ногу, как берёзовая полена, належавшую за пять метров взрыва на зелёном лугу. Я не помню, как мы вышли с ним на вопоре. Я помню только, что вдруг Рогинский, когда мы уже были на прибережной кромке и к нам бежали, тяжело дышали пятна, начал ко мне, показалось, валиться на бок. «Что с тобой?» Закричал я от испуган. «Чего-то пятки неловко. Я, по-моему, опять сбил правую ногу. Сколько раз говорил себе, что нельзя бегать. И тогда я ударил Рогинского прямо по лицу, кулаком. За всё, за то, что он заставил меня столько пережить, за его идиотскую храбрость. Он погиб через неделю. Но мне больше запомнилось, как он спасал белую лошадь. Эта белая лошадь, словно на крыльях, плывущая по лугу, как самая ослепительная красота. И Рогинский, забыв про все страхи и боли, бросился спасать красоту. Он не мог поступить иначе. Он мог погибнуть, но красота должна жить. Красоту он не мог оставить без защиты, ибо он был великий артист». Такой замечательный, немного грустный рассказ Фёдора Абрамова мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть и другие произведения этого известного писателя, приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. И поздравляю с Днём Победы! Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok